С вами Вечерний Политпросвет. Сегодня мы поговорим с вами о перестройке и о возможном забвении. 21 октября 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения, более известный как ВЦИОМ, на своём сайте опубликовал данные исследований об отношении россиян к итогам перестройки и предложению ввести новую льготную категорию граждан – жертвы перестройки. Но это предложение от известных шутников из ЛДПР поступило. О том, какую роль ЛДПР сама сыграла в перестройке и постперестроечных событиях, мы ещё отдельно поговорим. Но теперь к опубликованным результатам, они довольно интересны. В опубликованных результатах исследований есть несколько занятных показателей, на которые стоило бы обратить пристальное внимание. Например, в 2002 году 72 процента запрошенных считала, что перестройка принесла больше плохого, чем хорошего. Однако в этом году показатель равен уже всего лишь 61 проценту. Естественным образом возникает предположение, что в течение последних 17 примерно лет были открыты тайные архивы КГБ. Свобода слова в российских и, конечно, западных СМИ пролила свет на блага перестройки, а люди поняли, что страна их не развалилась, их родственники не оказались брошенными за рубежом, миллионы людей не окунулись в нищету, не потеряли работу. Ну а если так получилось, то это и есть не что иное, как истинные блага. Ну и известная невидимая рука, которая приносит только благо. Администрация нашего канала не располагает подобной информацией и просит поделиться осведомлённых товарищей. Вдруг у вас есть такие сведения. Или сложившаяся ситуация несколько проще и говорит о качественном падении исторических знаний среди населения. Занимателен тот факт, что из тех, кто высказался о положительных последствиях перестройки, это, между прочим, аж 24% опрошенных, ну как нам говорит в целом. Почти половина – 45%. На вопрос, что они знают о перестройке, ответили, что ничего не знают. К вопросу о том, что история – это не наука, а пропагандой, знать её не надо, хочется добавить следующее. Пройдёт буквально миг в историческом контексте. И в головах большинства наших сограждан может окончательно утвердиться тот факт, что перестройка принесла положительные результаты. Ведь более половины респондентов, высказавшихся – это молодёжь между 18 и 23 годами, ну, к сожалению, что это такое и какие именно положительные результаты она принесла, знать не будут. Да, оно им вроде как и не надо. В общем, будем следить за развитием событий и помогать со своей стороны их правильному разрешению. Теперь поговорим об охране труда. Довольно скучная штука. Однако отрицать её важность невозможно. И тем не менее для большинства граждан это вопрос ненужный, возможно лишний, а для некоторых, наверное, ещё и вредный. Это мы говорим о работодателях, так называемых, акулы капитала, считают, что все эти лентяи – они эффективные граждане, которые не желают работать по-нормальному, ну, конечно, в понимании капиталистической нормы, и потакающее им государство буквально пытается их ограбить. А нормы указаны как обязательные, к выполнению есть не что иное, как пережитки проклятого советского прошлого. Ну и, конечно, их давно пора отринуть от себя и забыть, как страшный сон. Однако газета «Известия» со ссылкой на «Вни труда» от 16.10.2019 года говорит, что потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили всего лишь 1,67 триллионов рублей или 1,6 процента ВВП страны. Не слабая такая циферка. Большая часть этих потерь состоит из производственных травм работы в плохих условиях, производительность большинства людей в шумном или душном помещении падает, о чём ясно говорят данные специалистов института. По мнению профессора кафедры управления персоналом финансового университета Александра Сафонова, фактические издержки из-за плохих условий труда ещё выше, чем оценивает в ней труда. Однако рассчитать их проблематично. Например, никто не измеряет потери, связанные с профессиональным выгоранием. Пока на это обращают внимание только в европейских странах. Учёт профессиональной заболеваемости тоже не вполне отлажен. Допустим, если человек трудится на буровой установке в суровом климате и простудился, врач не свяжет это с работой. Вот так сообщает известием эксперт. Особо заметно, что никто особенно и не скрывает, что улучшение условий труда работников ведёт исключительно к экономическим благам. Однако слова расходятся с действиями, что, к сожалению, совсем не редко в современном мире. Ну, а теперь кратко о новостях роста общественного благосостояния. В рамках 33-го заседания консультативного совета по иностранным инвестициям глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев высказал следующую глубокую мысль. Цитата. «Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке». Также он сообщил, что в России увеличиваются макроэкономические показатели. В том числе растёт товарооборот, объём промышленного производства. Но председатель правительства отметил и низкий уровень инфляции, как нам сообщает РБК. Видимо, Дмитрий Анатольевич Медведев под экономическими показателями имел в виду не доходы 49,4% россиян, которые, по данным Вести.ру, со ссылкой на данные Росстата, имеют денег только на еду, одежду, и, наверное, он имел в виду не 14,1% тех, кому хватает денег только на еду, про всё остальное умолчим, которые испытывают трудности даже с оплатой коммунальных платежей. И уж совершенно точно он не имел в виду те 0,7% граждан нашей страны, которым денег не хватает вообще ни на что, в том числе на пропитание. В самом деле, ну а что о ней говорить? Проведя дополнительные исследования, администрация канала Ожукова берёт на себя смелость предположить, о каких гражданах и каких именно показателях говорил премьер-министр нашей страны. Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал десятый ежегодный отчёт Global Wealth Report от 2019 года, в котором говорится, цитирую, что по данным на первое полугодие 2019 число долларовых миллиардеров в Российской Федерации увеличилось на 36 человек с 74 до 110. Приятно, конечно, слышать, что растёт количество и чуть-чуть менее защищённого класса населения, а именно долларовых всего лишь миллионеров со 172 тысяч до 246 тысяч. Также исследование отмечает, что 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. Ну и по данному показателю Россия обходит США – 76% и Китай – 60%. Вот, видимо, именно об этих системах рейтингах говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Правда, есть несколько иные сведения, которые исходят не из данного уважаемого учреждения, а именно, что 3% россиян контролируют чуть меньше 90% общественного благосостояния. Но всё равно западные коллеги подкинули интересную статистику. Администрация канала Ужукова ждёт дальнейшей плодотворной работы правительства великих совершений и успехов на единственно верном избранном ими пути. Но нам остаётся объединяться и совершать собственные великие дела. Для этого нужно помнить, что если ты не интересуешься политикой, политика рано или поздно заинтересуется тобой. На сегодня всё.